здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос петр и мы сегодня поговорим о такой садовой культуры который растет и в садах и встречаться в наших лесах по всей средней полосе и белоруссии и россии и украине она встречаться горных районов и других местах это калина красная калина красная которая сложна немало песен частушек вот но эта культура нас интересует не не с точки зрения как бы не песенной она интересует нас точки зрения более прикладной то есть чем это растение полезно так вот уже плоды калины и старой применяются как жаропонижающие противовоспалительное средство когда-то значит даже раковое заболевание всех лечебниках писали что надо лечить плодами калины сейчас конечно появились более действенные препараты но плоды калины тем не менее не уступ не уступают как бы со сцены но дома что можно сделать любая простуда уйдет от вас если вы будете употреблять плоды калины плоды калины сейчас уже созрели их можно собрать конечно в лесах и что достаточно пока вот этих сыроватых местах ну ее можно конечно выращивать в саду и собираться в саду так вот плоды калины значит можно хранить вот нехраничное время собрали вот такие плоды калины свеженькие заморозили положили какие-то отдельные ну как бы емкости будь то контейнерчики или пакеты заморозили и потом можете всю зиму воры себе аппетитные морсы напитки из калины потому что у нее много пиктивных веществ она заодно будет не только как противовоспалительное средство действовать на наш организм прогонять различные простуды но она также будет выводить все шлаки все ненужные вещества из нашего организма ну дальше плоды калины конечно многие настаивают сахаром сахар как бы тоже очень хорошо почему потому что плоды калины разминают и по объему с какой объем плодов и по объему засыпают таким же количеством сахара засыпали и сахар напитывается соком соком калины и потом его также можно добавлять наши настойки но как бы все эти работы необходимо делать после того как калина промерзла ну это конечно писали во всех старых старых книгах что калина после промораживания калина теряет свою горность становится такая горькая ее используют для различного вида переработки ну наше время когда есть холодильники в каждом доме это не проблема перебираем плоды калины закладываем морозиловку на два часа и наши плоды уже будут готовы к использованию эффект промораживания как бы уже есть ну самый простой рецепт и чтобы можно приготовить на противовоспалительный процесс наши две столовые ложки калины на пол-литра кипятка закипятили сразу добавили ложку меда или ложку сахара перемешали и по стакану пейте это получается за два за три приема вы этот настой выпьете ну значит что и герпец вы излечивается при приеме такого напитка и соответственно воспалительные процессы вашем организме заметно ослабляют ну и вдобавок что самое важное конечно что нельзя забывать нету побочных эффектов это не химическое это биологическое средство нет побочных эффектов поэтому лекарство очень действенное но на более длительную перспективу конечно я руками замораживания всего моча с сахаром настоять ну конечно если вы хотите что на более длительную перспективу иметь калину значит просто напросто эти плоды после промораживания запускаем соковыжималку, получаем сок, нагреваем до температуры 80-85 градусов, то есть не доводим до кипения, растворяем сахар, пропастеризованы банки и закатываем. В прохладном месте такая калина может стоять где-то два года. Больше не желательно, потому что вещества пары этой калины будут разъедать вашу железную крышку. Вот почему больше нежелательно. Ну а если закрывать пластмассовой крышкой, не закатывать, значит надо где-то хранить в холодильнике. После остывания хранить в холодильнике, потому что иначе такой герметичности уже пластмассовая крышка не дает. Так что смотрите, какой рецепт вам подходит, используйте в своей практике и знайте, что это биологически активное средство, но без побочных эффектов. И вы будете употреблять калину, наш исконно родной продукт. Будьте здоровыми. И морозы, и воспалительные процессы вас будут обходить стороной, потому что у вас будет хороший иммунитет и польза от того, что вы употребляете калину. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok